Метро с Фьючером дропнули большой или даже скорее большущий альбом, который возможно чуть-чуть не дотягивает до Спайдер Верса, но это все еще не просто очередной трэп альбом, потому что пара крутых треков на нем точно есть. Ну а для нас с вами важно, сможем ли мы из него чему-нибудь научиться. И ответ однозначно да. Итак, все интересные фишки We Don't Trust You от меня. И ставь видосу лайк, ну если конечно ты trust me. Вот это наверное самый интересный трек на альбоме с точки зрения музыки. И для меня на втором месте We Don't Trust You, к которому мы в этом же видео перейдем чуть позже. А пока давайте поговорим про тайп щит. Вот так написана основная партия основного инструмента трэп части тайп щита. Это tubular bell. Это наверное самый возрастной инструмент в трэпе вообще, но при этом звучит все равно свежо. Еще к середине куплета появляются вот такие вот колокольчики, которые играют скорее что-то текстурное. Еще чуть позже появляется супер высокий лид, который без остановки играет только 4 ноты, и на нем фильтр то открывается, то закрывается. И еще от дарковости добавляет акцентный брас, который играет на одной ноте. И все эти звуки, ну или очень похожие на них, есть в плагине The Knowledge. И наверное в этом тоже есть прикол, потому что все инструменты как будто бы из 90-х или ранних нулевых. Как будто бы здесь специально удешевленное звучание. И драмки двигаются в том же русле. Простой 808 без кика, прямые хэты с паузой раз-два такта, простой снейр, который старше наверное чем сама FL Studio, но главная фишка это open head, который вначале звучит с жирным смещением. Если этот звук убрать, то это будет супер простая дефолтная драмка, но с ним появляется какой-то стилек. И если бы эта трэп-часть не звучала настолько просто, то контраст с эпичной частью был бы не таким крутым. А именно вот этот переход, вот этот моментальный контраст является наверное самой главной фишкой этого трека. Появляется жирный басовый синт, появляется хор, какие-то синтетические брасы, пэды, и это все смешано в такую кашу, что разобрать каждый отдельный инструмент просто невозможно. И этим трек в первую очередь и крут, потому что если бы мы разделили на два отдельных трека, вот эту трэп-часть и эпичную часть, то это было бы просто два отдельных неплохих трека. А тут моментальный переход и контраст между этими двумя частями делает два неплохих парта одним супер крутым треком, на который мы прямо сейчас напишем type и применим все его фишки на реальном примере. Начнем с колокола из The Knowledge, но я не хочу писать такой замороченный парт, как в оригинальном треке, так что напишем что-нибудь типа... Вот так наверное... Поговаривают, что вот этот Pre-Gen Scale является любимым скейлометром Бумена, и от простого минора Pre-Gen Scale отличается тем, что вот эта нотка в нем переезжает на полтона вниз. И вот именно эта нотка отвечает за дарковость звучания в том числе. И переход с четвертого такта обратно на начало мы через эту нотку и сделаем. А если добавить нотку на октау выше, но потише, типа... Да... Драмку я перебью почти один в один, как у метро. На месте снэра у него там какой-то снэр с клэпом, но как будто бы там при лейере что-то еще. И у меня чем-то еще будет вот этот клэп, который я немножко подкорочу, и он будет играть у меня чуть-чуть раньше. Короче, звучит прикольно, свингово. Примерно для того же есть вот этот Open Head. И мы можем просто поставить его вот так, либо сделать его еще более off-битовым, но только нужно, чтобы катацелл был обязательно включен. И вот Alt-Shift, вот такой вот маленький надрезик делаем, и первый звучок убавляем. И это будет раз в два такта играть. То есть сразу получается такое прикольное сбитое звучание. А закрытый Head будет играть обычную прямую партию с паузой раз в два такта. И треугольник, который вот здесь будет звучать, как бы вот в этой паузе. И в этом такте тоже только пораньше. Вместе со снэром. И ему подыграет вот такой вот Open Head, которому я вот так вот настроил Envelope, чтобы он был покороче. И во-первых, он играет роль обычного Open Head. И вот здесь вот у нас играет треугольник, но мы можем сделать вот так вот. И получается прикольный переход на вот этот сдвинутый Open Head. В 808 у меня будет обычный Spins с какой-то вот такой партией. И вот здесь у нас играет A, так что на басу тоже будет A. Ну и чтобы уж совсем уныло не звучало, мы можем, например, вот здесь сделать такую маленькую пробежку. И вот базовая часть трэп-бита готова. Остался лид, браз и текстура из колокольчиков. Ну и как обычно, напоминаю, что у меня есть видеокурс по битмейкингу в FL Studio от А до Я, который отлично подойдет даже новичкам. То есть, если ты ни разу не открывал FL Studio, по этому видеокурсу ты точно напишешь свой первый бит. И прямо сейчас я заканчиваю работу над очень большим дополнением к курсу, в котором мы в том числе напишем вот этот бит. Видеокурс стоит 4290 рублей, и как только дополнение выйдет, я чуть-чуть подниму его стоимость. Но если вы приобретете курс до выхода дополнения, то дополнение, соответственно, для вас будет бесплатным. А чтобы узнать о видеокурсе подробнее или его заказать, напишите мне. Ссылочка на меня есть в описании прямо под этим видео и в закрепленном комментарии. Так что напишите мне прямо сейчас, закажите видеокурс и прокачивайте свои навыки. Наверное, с этой текстуры и начнем. И в этом случае аналог лап нам друг, потому что в том числе на него можно накатить целую гору кастомных банков. Ну и на мой взгляд, он звучит интереснее за Нолоджи, и при этом в нем целая гора аналоговых синтовых штук, типа вот такого колокольчика, на котором мы сыграем что-нибудь просто, основываясь на аккорде G-sharp минор, типа тун-тун-тун. И вот здесь повыше, потому что на Белл играет другая нота. О, вот так, да. Ну и чуть-чуть халф тайма с миксом в районе 40% ему явно не помешает. Чтобы звук стал еще текстурнее, добавим еще один колокольчик. Из того же пака аналог лапа, только этот поярче. Играть он будет повыше. Да, вот так лучше. На нем, естественно, также отлично будет смотреться халф тайм. А какой плагин усиливает текстурность в 100 раз? Конечно же портал. А что для текстурности может быть лучше портал? Даем 2 секунды на размышления и... Правильно, угадал. Конечно же, 2 портала. И напиши в комментах, если ты реально угадал. Но перед этим чуть-чуть OTT, чтобы, ну, просто поярче чуть-чуть стало. Ну и вот, один портал примерно на 30% в это. И второй портал тоже примерно на 30% в это. Раз будет состоять из двух элементов. Первый это вот такой вот Nexus. И если у вас нет Nexus, то рекомендую присмотреться к вот этому плагину. Сам я его еще ни разу не пробовал, но много у кого на YouTube видел, вроде звучит неплохо. Звучать он будет типа вот так. Тут E. И также переход через A. Тоже A покороче сделаем. Да, чтобы пауза небольшая была. И продублируем на октаву вниз для эпичности. и там где освободил место будет играть вот этот пресет штраус браз просто вот так вот остался только лид вообще такого добра хватает везде но раз уж мы пошли по зинологи то вот такой вот супер базовый пресет а чтобы автоматизировать ему открытие и закрытие фильтра я привязал его к лф пик контроллера пик контроллере bass volume и speed я настроил как мне нравится и правой кнопкой нажал на фильтр link to контроллер и выбрал пик контроллер лф а сыграет на что-то типа если так да да вот так 3 часть готова пора переходить к супер эпичной части и в общем в эпичной части можно наворачивать слоев сколько угодно но мы начнем с хора потому что хор там точно есть если до этого ты переключился на причин скилл то лучше вернуться на нейтрал майна потому что нам нужна прогрессия аккордов которая должна быть простой но при этом с изюминкой потому что важно не только какие именно инструменты играют но и что именно они играют можем оттолкнуть от простой 165 то есть минорный мажорный минорный только для начала вот этот первый аккорд продублируем сделаем его суз-2 то есть вот эту нотку опустим на полтона вот ну сделаем сразу обращение вот это звучит простенько а если сделать его сетт аккордом звучит неплохо но мы можем ещё сделать его мажорным аккордом и вот это мажорность и сетт аккорд萝 создает вот этот эпик Ну и можно добавить первый синт, например, вот такой вот. В нем сразу есть уже какое-то движение, то есть фильтр у него и открывается, и потом закрывается. На него просто скопируем эти аккорды. Следующим добавим басовый синт. И раз уж мы пошли по всяким аналоговым эмуляциям, то есть вот такой вот прикольный плагин. Я уж не знаю, что он там эмулирует, но вот этот басет звучит прикольно. И просто по басовым ноткам. И вот этот OBE тоже прикольный плагин, в нем целая куча пэдов, плаков и всего такого прикольного винтажного. Конкретно из этого звука я хочу сделать арпеджио, для этого Alt-A, и у меня здесь выбран пресет 1-1-3-2. Можно попробовать на октаву выше. Да, так лучше. Но это первый вариант арпеджио, а в самом треке есть более прикольный движение вниз, а потом вверх, так что давайте его сейчас и сделаем. Вот просто по этим госченнелзам пропишем 5 ноток, и эти 5 ноток сожмем в то место, где должны играть 4 нотки, чтобы получить более интересный ритм. И подстроим это просто под все аккорды. Но это по-прежнему движение только вверх, а я хочу, чтобы сначала двигалась вниз, а потом вверх. Для этого первую половину арпеджио выделяем, жмем Alt-Y, и она разворачивается. Акцепт и... И вот эта нотка совпадает, и это не очень прикольно звучит, так что можем ее просто поднять повыше. И повторить то же самое со всеми остальными аккордами. И за счет сбитого ритма тоже звучит прикольнее. Хочется еще больше эпика, поэтому нам нужен что? Сплайс, в котором мы в поиске напишем дроне. И самым первым идет тот, который нам подходит. Он буквально на ноте G-sharp, играет с каким-то движением. Но хочет еще больше эпик, так что я посмотрю на сплайсе еще что-нибудь. Еще что-нибудь вот это. Только он на ноте G, так что нужно поднять его на 100 центов, чтобы он был на G-sharp. Еще он 115 BPM, и я все-таки хочу уложить его в наш темп, так что наш проект 145. Замедляю его до 115. После замедления захожу в сэмпл в моде, выбираю стретч, и ускоряю проект обратно до 145. Это уже звучит довольно эпично, но... Мне кажется, было бы прикольно сделать типа лидирующую партию на каком-то вот таком инструменте. Он такой супер медленный, и он буквально называется Blade Runner, то есть это то, что нам нужно. Такой вот вайб. Теперь сделаю переходик через Toolblower Bell. Вот такой вот простой. Вот и весь переход. И нужно сделать здесь какую-то структурку. И бас сразу. Потом это вступит уже вот здесь. Как в оригинале можно подложить сюда какие-то ударные. Хай-хеты возьму, сделаю уникальным. Пониже. И не вот так вот, а медленнее в два раза. Можно даже вот этот сбитый Open Head сюда воткнуть. И нужен на кого-нибудь Snare еще. На этот случай у меня есть тег FX Snare, и... Вот этот Snare, я думаю, подойдет отлично. И вот этот готовый бит, как и следующий, можно будет послушать в моем телеграм-канале по ссылке в описании. А скачать проект этого бита и следующего бита тоже можно будет у меня на Boosty. А если тебе нужен бит, то ты можешь его заказать у меня или приобрести в моем паблике ВКонтакте что-то из готового по ссылке в описании. А мы тем временем переходим ко второму биту. И к счастью, он не такой замороченный, как Type-C. Ну, хотя... Начинается вообще все несложно. Пианино в тональности F sharp M, аккорды D мажор, B минор и F sharp тоже минор. И вот такая вот простенькая мелодия. На заднем плане пэт играет те же самые аккорды. Но элементов тут все равно целая куча. Например, во второй половине уступления появляется голос из вот этого вот трека, который поет, что улыбчивые люди порой притворяются твоими друзьями. И этому всему подыгрывает еще и риз-бас. А следом идет привет из 2011 года и брасы из Nexus, которые играют сначала просто эпично, а потом супер эпично. И вместе с этим появляется лоу-файная драмка, которая от основной партии отличается и по ритму, и по звучанию. А переход собран из синтовых томов. Короче, куплет еще не начался, а Метро уже столько инструментов навалил, что хватило бы на целый Detroit альбом. Но зато сам бит супер дефолтный. Кик, снейр, закрытый хэт, а потом появляется еще один закрытый хэт. Но в музыке еще появляется и флейта. А потом в прихорусе еще и синтовый брас, который играет ту же партию, что и флейт. Короче, Метро позаботился о том, чтобы с виду дефолтный бит постоянно удивлял слушателя и не надоедал. И сейчас примерно на тех же элементах мы и соберем свой тайп. Ну и раз уж ты досмотрел вот до этого места, предлагаю тебе подписаться на канал. Ведь этот видос тебя чем-то зацепило, так что подпишись прямо сейчас, а мы продолжаем. Свою мелодию я уже напишу в ДМе, и аккорды будут такие. А шарп мажор, Джи минор, Д минор. С добавлением СУ с нотки. Ну и конечно добавим низкие нотки. Отлично. Теперь нужно писать верхнюю мелодию, которая будет что-то типа... Потом... Это я все-таки стырю у Метро подчистую. Закончим иначе. Вот так. Эти же самые аккорды на пэд. И это снова Л, О, Б, Е, потому что... Классно звучит. Но я хочу добавить еще вот эту штуку, чтобы дать немножечко блейдранера, и чтобы мы как Райан Гослинг смотрели вдаль. Вот так. Да, 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 да. Далее в оригинале вступает лоу-файная драмка, но я воспользуюсь заготовочкой. Вот такой вот. Эту заготовочку в моде стретч подгоняем таймом, и здесь вот просто делаем лоу-пасс. Вот такой. Еще тут должен появиться рейс-бас, но я возьму басет из плагина Legend, потому что, ну, раз уж продолжаем тему блейдранера, то почему бы и нет. Но вы можете заметить, что тут чего-то не хватает, а именно приветы из 2011-го. Целые горы брасов, которые я прямо сейчас и набросаю. Потом снова только не вот так вот, а... Да-да-да-да, та-та-та-та-та-та-та-та-та-да-да. А чтобы максимально ужирнить звук, я буду использовать вот такую трубу. Вот такой вот стаб, чтобы подчеркнуть атаку и яркость. Ну и, конечно, басовые нотки. Которые во второй половине будут играть в октаву. Ну и биток, на котором особо нет смысла долго останавливаться. Обычный снэйр, потом контр-снэйр. Хай-хэт буквально с парой пробежечек, наверное, вот так, потом... Вот так еще. На втором хай-хэте будет только пробежка раз в четыре такта. Open-хэт, который играет роль крэша. Второй open-хэт. Вот такой метровский тоже звук прикольный. На снэр, может быть, его иногда использовать. Кик какой-нибудь простенький, типа... 808-й обычный спинс, тоже по кику сделаю. А вместо флейты из трека метро, у меня будет вот такой вот синтовый брас из Xenology. Раз уж мы продолжаем тематику Blade Runner, он будет тут в тему, типа... Да, вот оно. Да, и все. Да, только-только нужно Make Unique на паттерн пианино, чтобы сделать паттерн без верхней мелодии. Иначе ритм этой мелодии пианино перемешивается, и получается какая-то фигня. И знаете, я добавлю еще один пэт, чтобы вот в этом месте было так прям, чтобы музыка летела. Там, где у нас вступит вот эта мелодия, мы сделаем уникальным этот паттерн, и пианино в нем не будет вообще. Ой, нет, нужно сделать еще уникальным вот этот паттерн. И в этом паттерне я ставлю только вот этот брас низкий. И, конечно, вишенкой будет переходик вот на этом синтовом томе. Он должен быть в меру сбитым, и, наверное, вот на этой ноте. И, по-моему, у метра он идет чуть-чуть наверх. И можно сделать, наверное, промежуточный переход на четвертом такте. Да, вот и бит готов. И я, честно говоря, кайфую от этого бита больше, чем от прошлого. Ну а какой бит из видоса больше понравился тебе? Первый или второй? И вообще, какой трек на альбоме метра тебе понравился больше всех? Обязательно напиши в комментариях, я все прочитаю. Ну и ставь видосу лайк, если было интересно или узнал что-то новое. И снова напоминаю, что у меня есть видеокурс по битмекингу в FL Studio от А до Я, который отлично подойдет даже новичкам. Узнать подробнее у меня, ссылочка на меня в описании и в закрепленном комментарии. И обязательно подпишись на канал, если ты этого еще не сделал, ведь видос на тебя чем-то зацепил. И на этом у меня уже точно все. С вами был Стас Гартпрод. Пока, до встречи в следующем видео.